всем привет друзья подписчики мои сегодня я вам бы хотел рассказать как я вижу сеть на паук вот потому что как бы из лески продают они рвутся слабые если вы хотите допустим сами себе сплести для чего нужно нужно вот такая игла в общем вот такая игла и плетенка плетенку толщину вы сами выбираете чем толще тем рыба будет хуже попадаться это точно знаю чем тоньше тем будет лучше я вот такую взял 40 это 032 ну я думаю мне пойдет вот если рыба будет рвать то буду делать толще в общем короче вот эту плетенку на набрать вот эту иглу она в народе называется челнок где я жил так называли другие нас говорят что это игла ну так называет это как бы особо разницы нету что нужно еще и нужен теперь шаблон шаблоны бывают разные можно самому сделать я сегодня прогулялся нашел такие вот шаблоны видите они вот разные эти вот это 15 миллиметров здесь а вот 20 миллиметров здесь а вот 30 35 35 миллиметров и 40 миллиметров видео такие они удобные очень шаблоны вот эти вот и как бы с него них очень хорошо в руках держатся и сейчас быстренько перемотаем вот эту вот плетенку девочка перемотаем на этот и я вам покажу ребята берем вот такую плетенку вот я уже начал мотать и вот так мотаем вот обычно вот так мотаем и мотаем пока челнок не будет полный прямо так смело мотаете 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 как челнок будет полный значит все в общем ребят что вы хорошо видели узлы я нашел толстый шнур это из места плетенки будет вам естественно плетенку не такую толстую найти вот как сейчас я вам показываю это чтобы вы увидели как узлы будут идти и быстро научиться и я взял вот такую большую это на 12 120 миллиметров на самов но здесь я сама плать не буду но вам покажу ребят посмотрите видео до конца и в конце вам покажу как надо точно рассчитывать сетку допустим вы захотели паук связать полтора на полтора как ее рассчитать какая ячейка сколько ячейк вязать это будет в конце сейчас мы учимся вязать как начинаю я вот погнали ребят и вот смотрите вот у вас челнок вот есть нитка просто берем делаем такую петлю потом ее выкинем отрежем вот смотрите петлю обычную любую чуть побольше чтобы она маленькая совсем не было ну пускай будет вот такая вот петля обычная вот все в этот конец длины не делайте а то он будет мешать поэтому его отрежем вот обрезали конец вот так получилась такая петля смотрите теперь накидываем ее куда-нибудь чтобы она держалась и начинаем я буду вязать 10 петель на этих 10 петель вы сразу поймете что как вам дальше все делать вот смотрите подкладываем вниз я две-три петли покажу медленно и просто суем челнок сюда берем вот так и это одна это вот получается пол петли у нас один оборот по пол петли вот смотрите вот так продели делаем один оборот вот отсюда заходим начала два потом одну и затягиваем здесь крепко держим затянули снимаем вот у нас что получилось делаем дальше эту раскручиваем чтобы она скрученная не было так вот раскручиваем берем и одеваем вторую петлю вот и вот у нас вот это вот сейчас одна готовая петля получилась один круг пол пол петли в общем вот ребят вот это вот одна петля готовая теперь же мы делаем идем полтора вяжем круговод накидываем сначала два потом через вот эту одну проходим показываю еще одну петлю медленно потом уже на скорость пойду посмотрите снова выпускаем отпускаем берем эту петлю натягиваем тихонько подходим зажимаем здесь палец чтобы все было натянута всегда делаем вот такую петлю накидываем пропускаем два потом один вот это постоянно натягиваем и тихонько вот так затягиваем вот и теперь же я уже делаю на скорость кто не понял обратно перематываем смотрим и делаем вот таких петель сколько вам нужно на паук допустим вы паук хотите связать два на два ячейка у вас допустим будет 55 вам это минимум ну я примерно скажу сейчас где-то на же 55 ячей и вы вот таких вот 55 ячеек сразу вяжите вот сразу вот так вот сразу 55 вяжите всю длину а потом будете вязать ширину вяжу так вяжу я у меня получается очень быстро и активно и все сходится я вижу сетку с 5 6 лет поэтому меня опыт большой по вязанию я не только эти по эти пауки вижу вижу вообще любые сети кастинговые сети садки косынки ну в общем все что придется и теперь смотрите что получается ребят у нас сколько у нас петель получилось вот это вот одна вот это вторая вот по верху на эти это третье вот вот это четвертая вот четыре с половиной петли я еще несколько штук сделаю и начну ширину вязать чтобы вы поняли и вот ребят дальше вяжем вот так вот вяжем допустим сколько вам петель надо в конце вам расчет точно покажу как вот ребят в общем вот хватит нам это длины потому что это как бы я вам показываю как вязать вот допустим вы связали 50 60 ячеек вот ребят собираем 1 2 связал я 3 связал четвертую связал тогда выкинуть четвертую связал пятую шестую вот 6 петель получилось мы теперь что я делаю дальше здесь самое сложное вам надо здесь и вот эти вот так вот натянуть вот эти все петли вот здесь вот самый сложно будет вот главное вот это не отпускайте вот видите вот так надо выпрямить вот и ход вот и теперь же вот вот этот вот где это шов есть вот здесь надо сделать еще одну петлю смотрите как я делаю вот которого то первая у нас была вот смотрите сейчас вот ребят который у нас первая петля вот это было мы просто делаем вот так вот смотрите вот эту штуку вот сюда заводим вот сюда вот и ее начинаем тихо стягивать чтобы вот эти вот вот эти узлы были все на одном уровне и вот это и вот эти нижние главное что вот эти сошлись и вот так вот стянули вот видите стянули и она вот так вот все держит вот видите схватила вот это же нитка которого вязали схватила вот эти все вот и в ее обратно берем и вешаем вот смотрите вешаем теперь же вот смотрите что получилось вот такая вещь получается мы допустим длину уже сделали нам два метра сколько ячеек все рассчитали в конце обязательно покажу и теперь же вот это круг за кругом вяжем теперь же идем на ширину длина у нас готова и теперь мы идем на ширину смотрите вяжем у вас один оборот будет равен ой один круг будет пол петли туда-сюда это будет один одна полная петля вот здесь вот самое главное смысл чтобы самый конец не залез через сюда или вот сюда не залез значит у вас потом сеть ну зайдет друг друга и она не вас полностью не раскроется надо будет вам ее обрезать и переделывать поэтому хорошо смотрим то последний конец вот чтобы он вот это вот последняя петля не зашла вот сюда или туда вот видите она сейчас все хорошо стоит у нас мы ее берем делаем вот так узел очень хороший он не ходит вот вот закончили набрали за 200 оборот здесь просто спускаем и дальше начинаем вот и вот так вяжем допустим у вас паук 2 на 2 вам надо 55 ячеек на 55 ячеек зависит от какой размер ячеек чем ящия у вас крупнее тем вам меньше вязать на да будет чем у вас он будет мелкая там 25 30 30 тридцатка то вы будете больше вязать и вот так вот идете вот ребят дальше идем и вот уже получается видите какая сетка ребят и вот получается что смотрите смотрите уже какая красота получается и вот готова уже сетка видите получается вот красота я вам покажу теперь вот смотрите можно можно отсюда вот эту сбоку снять вот ребят что получается и теперь смотрите моя рабочая скорость как я вижу со средней скоростью вот вот видите последняя петля она целая никуда не зашла ни вот сюда не зашла вот так вот не пойдет видите вот так будет не пойдет чтобы было точно вот так не чтобы вот сюда не зашла она вот так вот не зашла видите при бы прям четко за ней следите это с опытом вас приходит видите и тогда у вас все будет красиво и четко и давайте еще один круг последний крайний и вы уже все понятно будет видите ячейка одна в одной идет и и заключительный кружок у нас я и сейчас объясню вам как теперь же все делать все ребят вот в общем вы поняли как вязать надо вот смотрите какая получается красота вот и у вас получится вот такая хорошая сетка узлы никуда не ходят они вот крепкие надежные вот видите какие узлы получаются прям вообще бомбические я всегда так всю жизнь вязал сетки вот такие вот и теперь давайте я покажу вам как делать расчет самый главный теперь расчет ребят в общем давайте я покажу вам час два вида быстренько как делать паук допустим ячейка у вас пускай давайте будет 30 миллиметров 30 миллиметров нам надо всего лишь три сантиметра отойти вот смотрите как делаем ставим точку 30 миллиметров это будет три сантиметра вот 30 миллиметров нам надо найти квадрат мы быстро находим квадратик и теперь же отсюда тоже замеряем 3 что получился квадрат вот допустим вы решили взять сетку тридцатку вы хотите связать ее допустим 2 на 2 вот смотрите мы сразу переводим в миллиметры это будет 2 на 2 2000 надо будет разделить на диагональ вот эту вот смотрите диагональ получается на 40 миллиметров на 2000 разделить эта ячейка у нас ячейка 30 миллиметров это тридцатка так говорят чтобы паук был 2 на 2 надо 2000 разделить на диагональ вот эту вот на вот эту диагональ сейчас мы посмотрим сколько она получается еще раз замеряем диагональ смотрите получается 40 миллиметров мы делаем 2000 делим на 40 получается 50 ячеек вот делить на 40 равняется 50 ячеек и вот этих вам вот чтобы 30 на 30 ячейку связать 30 миллиметров вам надо 50 ячеек вот давайте еще один вариант покажу вам допустим вы хотите вязать не 30 на 30 чтобы ячейка была 50 50 то также обратно делаем смотрите . отсюда отходим 5 сантиметров отмечаем . это у нас ячейка 50 миллиметров находим диагональ 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 70 получилось диагональ 70 также хотите допустим паук делать на 2000 ну и паук хотите 2 на 2 то 2 на 2 это будет 2 метра это будет 2000 миллиметров мы также делаем 2000 миллиметров делим на диагональ 70 и получаем сколько ячеек вязать надо смотрите вот так 2000 делим на 70 получается 28 ячеек вязать надо вот таких 28 ячеек а если паук будет метр пятьдесят на метр пятьдесят многие вот ловят на метр пятьдесят то нам надо просто вместо 2000 вот этих сделать 1500 и также разделить на 70 то сколько ячеек надо будет вот смотрите посчитаем 1500 делим на 70 21 ячейка вот вы вяжете 21 набираете длину как набирал я в начале а потом все петли забирайте в кучу и начинаете ширину 21 вязать и у вас получится метр пятьдесят на метр пятьдесят двадцать одна ячейка если хотите двухметровый паук то ячейка пятерка будет 28 я думаю вам уже понятно вот самый хороший способ читать я рассчитываю так ребят в общем получилось такое видео я думаю оно будет полезно так как некоторые люди живут в деревне и у них нету интернета нет возможности допустим заказать а так они раз нашли какую там капронку плетенку и в магазине купили и вот так быстренько себе свяжут сделать паучок и будет рыбачить а как сетку насаживать есть у меня видео я показываю как пауки где пауки изготавливают там я четко показываю как все насаживать ну все ребят всем пока до скорых встреч с вами как всегда пётр пока пока